Здравствуйте! В эфире передача аспекта иностранных дел телеканала CBC. С вами Теймур Атаев. Сегодня хотим обсудить отдельные аспекты происходящего на Ближнем Востоке. Безусловно, Ближний Восток на сегодня не просто пылающий, горячий регион. Это тот регион, где в зависимости от того, насколько внешние игроки играют свою роль, зависит и развитие мировой геополитики, причем далеко не только на Ближнем Востоке. И поговорим о причинах этого, причинах обострения, хотя бы в общих чертах с нашими гостями. Александр Аппельберг, редактор отдела международной информации портала «Детали» из Израиля. Здравствуйте! Александра, рады видеть вас. И Юрий Бочаров, политолог и кандидат политических наук. Мы рады видеть вас. Всегда подключаюсь по Zoom. Сегодня вы с нами в прямом эфире в студии. И очень приятно, что нашли время подключиться. Не подключиться, а быть сегодня с нами. Прекрасно. Надо только подчеркнуть, что из Израиля. Да, ну конечно, это даже уже не все прекрасно понимают. Так что у нас сегодня два гостя из Израиля. Один из Азербайджана. Вот у вас там как раз значок очень интересный. Азербайджан-Израиль. Так что я еще вижу и медаль Тараги. Так что не все так просто. Александр, беседу начинаем с вами. Что все же происходит с внешней точки зрения на Ближнем Востоке. Ну, прежде всего, имеется в виду, вот вчера прошла информация. Она и до этого проходила. Но вчера более, может быть, конкретно уже идет речь о том, что вот нынешняя сделка, которая готовится в Каире. 7 апреля начались встречи по линии и Хамаса, и Израиля, и Египет здесь, и Соединенные Штаты, и Катар. И речь идет о том, что сама обменная сделка – это как бы небольшое звено, а в реалии речь идет о том, чтобы строить отношения между Израилем и Саудовской Аравией под, скажем, протекторатом Соединенных Штатов. Вот как охарактеризуется эту информацию? Ну, здесь на самом деле две сделки, которые не обязательно… Они взаимосвязаны, но не обязательно одна проистекает из другой. Сделка, которую сейчас обсуждают в Каире, это сделка об, в первую очередь, освобождении израильских заложников, которые Хамас захватил 7 октября, и которые вот уже полгода удерживаются в Газе. Их там осталось 133 человека. Считается, что как минимум 34 из них уже мертвы, и, вероятно, таковых больше. И Израиль пытается добиться того, чтобы вернуть этих людей домой, в Израиль. Это в большинстве своем гражданское население. Это люди, которые были похищены из их домов в кибуцах на границе между Израилем и Газой. В обмен на это Израиль готов выпустить из тюрем некоторое количество палестинских заключенных. Какое количество это вот как раз обсуждается. Многие из них – это палестинцы, которые были осуждены за преступления в области безопасности, то есть терроризм. Некоторые из них приговорены даже к пожизненному заключению. И вот на таких людей Хамас готов обменять израильских заключенных. Израильских, извините, не заключенных, а заложников. Потому что это не люди, которые сидят в тюрьме. Это люди, которые сидят в каких-то туннелях, связанные в ужасных условиях. И, естественно, это заложники. Хамас также требует, чтобы Израиль вывел свои войска из Газы и таким образом завершил эту войну. Израиль на это вроде бы идти не готов. Он считает, что уничтожение Хамаса – это одна из целей этой войны. И до тех пор, пока это не будет сделано, война не может закончиться. Но Израиль готов пойти на несколько недель перемирия. И, в общем-то, пока стороны не могут договориться. Вот сегодня были сообщения о том, что Катар считает, что какое-то сближение происходит. Но палестинцы опровергают. В общем-то, какой компромисс здесь может быть найден, пока непонятно. Но над этим действительно разные стороны. Не только Израиль и Хамас, но и Катар, Египет, Соединенные Штаты – все работают над тем, чтобы случилась вот эта временная пауза в боевых действиях и обмен, и возвращение израильских заложников. Это одна сделка, да? Это такая временная... Но ведь сегодня же проходила информация, что какая-то часть военнослужащих уже покидает Газу. Да, это еще один отдельный аспект. Вчера армия израильская сообщила о том, что большая часть сил израильских покидают сектор Газа. Остается одна бригада. Почему это происходит – это отдельный вопрос. Возможно, это связано с готовящейся сделкой. Мы, по крайней мере, надеемся на то, что это уступка, на которую Израиль идет, в обмен на возвращение наших граждан. Но какие еще, в общем-то, условия и почему это происходит? Наверное, мы еще поговорим, чтобы не сбиваться сейчас. Но это связано, возможно, также с давлением Соединенных Штатов, которые пытаются отговорить Израиль от дальнейшего наступления и, в частности, от такой масштабной операции в Рафиахе, в таком последнем городе в Газе, где большой операции еще не было и где, как считается, скрывается большая часть оставшихся членов Хамаса. Другая сделка, о которой мы начали говорить – это то, что касается Саудовской Аравии и американского плана по послевоенному устройству Газы. Когда война закончится, и многие мировые акторы думают о том, чем эта война может закончиться и как, в общем-то, израильтянам и палестинцам жить дальше. И вот самый обсуждаемый план – это то, что предлагают Соединенные Штаты. И, в общем, план в подробностях мы еще не знаем, но в общих очертаниях можно уже судить. США предлагают, чтобы, значит, Хамаса не было в секторе Газа. Это совпадает, в общем-то, с желанием Израиля. Вместо этого контроль над сектором Газы и над западным берегом реки Орда берет на себя обновленная палестинская администрация. И, в общем-то, это такая будет предпосылка к тому, чтобы в конце концов создать палестинское государство. Но пока палестинское государство не создано, и пока будет вот этот переходный период, когда власть будет возвращаться к палестинской администрации, когда будет, может быть, избрано новое правительство или какое-то новое руководство, и палестинская администрация пройдет какой-то процесс обновления, как предполагается. И пока вот на этот промежуточный период в Газе нужна помощь неких международных сил. И вот США предлагают, что это будут в основном арабские страны, главным образом богатые страны Персидского залива, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, ну и другие, Египет, например, тоже. И вот эти страны, они, во-первых, заплатят за восстановление сектора Газы, потому что сейчас там, конечно, все разрушено, и предполагается, что это нужно отстраивать. Эти страны помогут наладить какое-то гражданское управление, эти страны помогут разобраться с гуманитарным кризисом, который там сейчас происходит. И эти страны, в общем-то, будут отчасти нести ответственность за безопасность на этой территории и за безопасность приграничных территорий Израиля. Ну, во всяком случае, я так понимаю, что пока это все еще на стадии все же переговоров, то есть конкретики пока нет четкой. Да, это пока очень-очень такие общие черты, и этот план, он, конечно, очень такой хрупкий, и он может сломаться буквально на каждом шагу его реализации. И главная проблема в том, что Израиль на этот план не соглашается. Поэтому пока Израиль как будто бы остается за скобками этого уравнения, и США ведут постоянную дипломатическую работу с Саудовской Аравией, с другими странами региона, для того, чтобы понять, как это может выглядеть, и, может быть, убедить со временем Израиль. Израиль по американскому плану должен на это согласиться, потому что ему предлагается большая интеграция в регионе, то есть соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией. Это такое желанное соглашение, которое Израиль очень хотел заключить еще до войны, и наш премьер-министр Бениамин Таньягу даже говорил, что когда это соглашение будет, в общем, достигнуто, то это будет конец арабо-израильского конфликта. Очень, как раз в этом направлении шла работа очень серьезная, и на самом деле еще перед 7 октября, еще за месяц до этого, как раз усилилась вот именно эта информация. Конечно, и это была, считается, одна из причин, почему Хамас, в общем-то, пошел на вот этот страшный теракт, который они совершили 7 октября, для того, чтобы уничтожить вообще возможность заключения этой сделки. Но возможность не очень-то уничтожена, потому что Саудовская Аравия по-прежнему говорит о том, что после завершения боевых действий все возможно, нормализация с Израилем возможна, но если раньше условием Саудовской Аравии были сопутствующие соглашения с Соединенными Штатами в области обороны, в частности, а также как бы зеленый свет от Соединенных Штатов на развитие Саудовской ядерной программы мирной, как они говорят, то сейчас, после 7 октября и после вот этой войны, добавилось новое условие, это то, что Израиль должен смириться с идеей палестинского государства, смириться с какой-то дорожной картой, которая будет представлена к созданию палестинского государства и, в общем-то, согласиться на это. Ну, тогда мы с вами продолжим эту тему. Сейчас я вижу, что Юрий Бочаров, он реагирует, и, наверное, у него есть и свои мысли какие-то, может, в поддержку, может быть, в опровержении, но прежде, если можно, Юрий, вы расскажите о причинах пребывания в Азербайджане, думают, что нашим зрителям будет интересно. Ну, по большому счету, если кто не знает, это Азербайджан, это, в принципе, мой дом, я родился в Баку. Полжизни, как я теперь говорю, полжизни я прожил в Азербайджане, полжизни я уже вторую половину живу в Израиле, и, естественно, у меня очень много друзей, и так как когда-то в молодости мне приходилось работать в комсомоле, в центральном аппарате, и пережить начало именно вот этого конфликта нашего, то у меня здесь очень много друзей, которые меня периодически приглашают по разным направлениям, так сказать, экономического, политического, другого сотрудничества. Вот я сегодня, например, был, мне было очень приятно, я, предложим, выступал в бывшей партшколе. В этой партшколе я учился 40 лет назад. Академия госуправления. Да, госуправления, и я сегодня читал лекцию, кстати, на русском языке студентам, то есть это о чем говорить, что в таком, при том, что азербайджанский язык является государственным языком, с русским языком здесь нет проблемы, есть студенты, которые учатся на политологическом факультете, на международном, все спокойно говорят на русском, и вот у меня была такая тема, Ближний Восток и современность, взгляд из Израиля. Была очень интересная дискуссия, и я старался... А то есть это не лекция, именно... Да, я сначала, как говорится, я построил, так сказать, знаете, как по-еврейски. Я рассказываю темы, задаю вопросы, отвечайте вы, потому что вы же политологи, вы же будущие сотрудники международных отделов, делайте вывод. И вот, кстати, одна из тем, о которых мы сейчас говорим, я и сказал, что, знаете, все время, вот часто, когда я выступаю, много я в комментариях слышу, говорю, но почему они так поступили, ну что они так сделали, разве они не понимают, и это касается не только террористических организаций, но это касается и Евросоюза, и ООН, и ООН, я говорил, и там каких-то государств. То есть государства или международных организаций. Почему государство поступило в отношении нас не так правильно, как бы мы хотели? Я все время спрашиваю, вы знаете, что написано на лозунге американского президента? Америка превыше всего. Если далеко, то недалеко отходить. Что написано у лозунга у господина Путина? Россия превыше всего. А что написано у Макрона и у дольше? У всех в первую очередь каждый решает задачи своих государств, своей страны. Отвечает за свою страну. Иногда для решения вопросов своей страны надо с кем-то сотрудничать. А иногда надо за счет каких-то проблем. И, кстати, я хочу сказать, я давно изучаю Ближний Восток. К сожалению, так получилось, что на Ближнем Востоке чаще всего процветание твоего государства зависит от проблем у соседей. Чем больше проблем у соседей, тем легче тебе решать вопросы. И любое. И как экономические, так и политические. Потому что как лучше всего сбить народное волнение внешним врагом? Вот как сейчас Макрон ведет свою... Сначала он тут воевал с Азербайджаном. Теперь он объявил поход на Москву. Почему? Социальные волнения в стране. Непрерывные забастовки. Непрерывные протесты. Россия наступает. Надо отыгрываться. Надо... О чем вы говорите? О каких пенсиях? Надо защищать ЕС. И так же и все на Ближнем Востоке. Поэтому, к сожалению, терроризм очень развит на Ближнем Востоке. Потому что некоторые государства именно за счет контактов с террористическими организациями решают свои проблемы. Но самое интересное, я хочу сказать, как я делаю свой личный анализ, что практически никто при этом из государств Ближнего Востока не любит терроризм. Потому что, решая свои проблемы, другие организации создают им проблемы. И далеко ходить за премьерами надо. Когда начались наши события в 2007 году, только через месяц смогли собрать лаг. И что сделал Лига Арабских Государств? Они с трибуны кричали «Израиль! Израиль!» А что было в резолюции? Осудить. И никаких экономических, политических и прочих решений не было. Потому что все, знаете, как говорится, за дверями нам говорят, когда вы разберетесь. Ну, сколько можно тянуть? Решите проблему. И поэтому то, что вот сейчас рассказала коллега наша из Израиля. Одно правило, что ЦАГАЛ, армия обороны Израиля в секторе ГАЗа, решая свои проблемы, к сожалению, должна решать американские проблемы. А какие есть проблемы в Америке? Президентские выборы. А когда есть президентские выборы в Америке, то вся внешняя политика Америки, вся внутренняя посвящена только одному. Чтобы президент понравился своим избирателям. То есть, все же здесь, в вашем восприятии, здесь внешний почерк, в большей степени того, что происходит на Ближнем Востоке. Америка 20% избирателей арабско-мусульманского, так сказать, видения мира. И, естественно, 20% избирателей – это серьезные избиратели. И Байден должен перед ними как бы отчитываться. И, естественно, Байдену никто не хочет воевать. Есть люди, которые любят воевать. Это спецназ, и там, как говорится, всякие дикие гуси, наемники. Это другая категория. Но в большинстве своем нормальные американцы вообще не хотят воевать. Процветающая страна, зачем им проблемы? И что должен показать Байден? Что в мире тишина. Поэтому он готов погасить конфликт в Израиле. Не потому, что он переживает не за Израиль, не за Хамас, не за арабский мир. Он избирает, переживает за ноябрьские события. За то, что какую бумажку... За электорат. За кого проголосуют. И больше никаких вопросов нет. И то, что давление, понимаете, сейчас все многие удивляются. Вы же так дружите с американцами. Это ваши там партнеры. Это ваша спина. И почему вдруг они так стали себя вести? Прекратить финансирование. Прекратить поставки оружия. Вывести все. Что случилось? Почему? И знаете, я хочу сказать, что наше правительство допустило огромное число ошибок. И премьер-министр наш виноват в том, что произошло. Это мое личное мнение. Но то, что как он себя ведет... Потому что я хочу сказать, что то, что произошло 7 ноября, это так сколыхнуло всю страну. Потому что у нас маленькая страна. 8 миллионов там. И 1200 погибших, из которых почти тысячу гражданских лиц, и военных практически не погибло. Это задело практически каждую. Мы все знаем кого-то погибших. Или семью, или друзья, которые погибшие. И поэтому в обществе стоит такой настрой. Мы должны победить. Правда, каждый понимает слово победить по-своему. По-разному. Поэтому, знаете, то, что идут волнения в Израиле, и все такое. Но если завтра правительство не падет из-за демонстрации. Знаете, как я давно работаю в политике. Иральское правительство еще ни разу не падало из-за волнений на улице. Израильское правительство падает только по одной причине. Проблемы в коалиции. Пока нет проблем в коалиции. 10 тысяч на улице, 100 тысяч на улице, полмиллиона на улице. Это ничего. Но если завтра израильские войска выйдут из сектора Газы, не вернув заложников, не уничтожив Хамас, выйдет все там 6-7 миллионов и просто снесут Кнесет. То есть, в любом случае, получается политический формат. Имеется в виду, ну, скажем, внутривластные определенные тенденции. Но очень интересный взгляд. Сейчас, я думаю, Александр, продолжим в плане сказанного Юрием. Я просто добавлю для наших зрителей, что Юрий Бочаров, он не сказал об этом. Когда жил в Азербайджане, он входил в состав сборной Азербайджана по баскетболу. Это заметно, конечно. Была у нас команда Азеневтихим. Она, правда, в первой лиге выступала. Чемпионат СССР по баскетболу. Юрий Бочаров был одним из центровольных. Центровольных, да. Был одним из лидеров этой команды. И мы помним, как мы болели. И вот это спортивное... Именно при Азеневтихиме, дворе спорта. Благодаря этому я и стал нефтяником, бочил институт. Да, тем более. Так что все рядом, точно. Александр, в свете того, что сейчас озвучил Юрий, хотелось бы уточнить у вас. Он говорит, что митинговая волна, которая сейчас происходит, и мы видим, что количество людей увеличивается. Юрий Бочаров говорит, что неважно, пусть хоть миллион будет. Вопрос решается не на площади. В Израиле не на площади решается вопрос. Но ряд аналитиков дают, например, причем в основном зарубежных, то есть не израильских, а именно зарубежных, они дают такой взгляд, что происходящее на площадке Израиля инспирируется извне с точки зрения создания дестабилизации и нанесения урона именно правительству Бенджамина Натаньяху. А урон как раз получается через призму, сказанного Юрием Бочаровым, что из коалиции могут люди определенные, когда представители партии выйти. И речь идет о том, что на сегодня митингующих представляют. Для одних это патриоты, для других анархисты. Честно говоря, давно такую оценку, как анархисты, не слышали. Ну, в преломлении к Израилю, возможно, на израильской площадке об этом говорится. Во всяком случае, внешне об анархизме давно нет речи. Вот у вас взгляд на это внешний почерк и митинговая кампания в Израиле. Ну, я думаю, что во всем искать руку Госдепа или руку Китая или руку каких-то еще международных сил, это немножечко упрощенный такой взгляд на мир. Дело в том, что протесты в Израиле были ведь и до войны. Они были направлены против правительства Нетаньягу, действительно. И, в частности, против реформы, которую это правительство тогда продвигало, реформы судебной системы, которую, как считают противники ее, эта реформа ослабила бы судебную систему и, в общем-то, уничтожила бы систему избежек и противовесов и дала бы правительству возможность принимать какие угодно законы, абсолютно не оглядываясь ни на такие демократические институты. И эти протесты продолжались с самого начала, в общем-то, избрания этого правительства. Также к нему была и остается претензия, что это самое радикальное правительство возможно за историю Израиля. В него входят люди, которые считаются экстремистами, которые даже не, например, министр национальной безопасности. И Тамар Бенгвир, да, это человек, который получил портфель национальной безопасности. При этом это человек, который не был в армии, именно потому, что он был связан с экстремистскими организациями. То есть его просто не допустили до службы в армии. Но при этом ему спустя десятилетия дали вот такой важный пост. И он отвечает, например, за полицию теперь в Израиле. И, в общем, все это, конечно, вызывало реакцию людей, которым кажется до сих пор и казалось до этого, что, возможно, под управлением этого правительства и этого премьер-министра, который уже стал самым долго сидящим в своем кресле премьер-министром за историю Израиля. Он пересидел даже Бен-Гуриона, основателя государства. И, в общем-то, эта волна протеста против правительства и против премьер-министра, она стихла после 7 октября. Естественно, это было такое событие, которое потрясло всех. И страна пребывала в таком шоке и оцепенении. И, в общем-то, до сих пор не оправилась от него, естественно. Александр, прошу прощения, я хотел бы уточнить, все же это очень важный такой момент. То есть вы считаете все же, что протесты имеют внутреннюю почву, и это продолжение вот этой, ну, скажем так, взаимонепонимания определенных сил по отношению к юридической реформе. Тем более, сейчас мы видим, что еще есть освобождение от призыва студентов Ешивы. Это от 18 до 26 лет. И Багац утвердил это решение. Причем там, насколько конкретизировалось, даже юрсоветник просил подготовить, так сказать, вот эти Ешивы к этому, дать им какое-то время. А Бениамин Натаняху просил месяц. И все равно вот Багац на это не пошел. То есть вы считаете все же, что это продолжение вот этой вот битвы за юридические реформы, политические битвы имеется в виду. И, то есть здесь больше внутренняя площадка. То есть здесь нет внешних каких-то вот попыток обострить ситуацию. Я думаю, что это абсолютно внутриизраильская история. И накопилось огромное количество неразрешенных проблем, включая палестинский вопрос, включая действительно проблему того, что часть населения страны освобождена, по сути, от службы в армии. И также имеют многие другие льготы. И в целом движение правительств, разных правительств, предыдущих также, Нитаньягу, в сторону такого более авторитарного способа правления. Давно было подмечено, да, и давно вызывало споры и протесты. Но вот с приходом вот этого правительства и представлением судебной реформы, это, конечно, вышло на новый уровень. И протесты тоже вышли на новый уровень. Это были огромные толпы людей. Каждую субботу на исходе шабата выходили на площади многих городов и в Иерусалиме, и в Тель-Авиве, и в других городах, и даже в небольших каких-то поселках люди выходили на перекрестки. И сейчас это недовольство правительством, оно связано в первую очередь с тем, как ведется война, и с тем, что это правительство действительно допустило 7 октября. И допустило то, что израильтяне почувствовали себя уязвимыми, почувствовали, что, может быть, политики заигрались как раз в политику и чересчур стали волноваться о сохранении действительно коалиции, а не о каких-то насущных действительно существующих вопросах безопасности. Ведь еще раньше у Нетаньяху был конфликт с министром обороны Йоавом Галлантом, которого он даже в какой-то момент уволил, и потом протесты начались против этого увольнения, и ему пришлось его восстановить в должности. Были разговоры о том, что почему недостаточное количество солдат было на границе с газой 7 октября, якобы их перебросили на западный берег. И, в общем, это все вопросы, это все очень больные темы, и это все подпитывается тем, что премьер-министр так никогда не взял на себя ответственность за то, что произошло. И, в общем, это вызывает еще больше злости, и я думаю, я это вижу, и это видно, на самом деле, по опросам общественного мнения тоже, что многие из тех, кто раньше принадлежал к лагерю премьер-министра, голосовал за него, за его партию Ликут, сейчас разочарованы им. И сейчас по опросам, если бы выборы были сегодня, вполне возможно, он бы не набрал достаточно голосов для того, чтобы собрать коалицию. Тогда, Александр, а если можно, вот такой еще вопрос, буквально минуты две-три, чтобы Юрий Бочаров высказался, потому что я вижу, что он хочет, с некоторыми моментами, по-моему, не согласен, мы его послушаем. Александр, а вот две-три минуты. Яэр Лапид, проходила информация, что 6 апреля он должен был вылететь в Соединенные Штаты, и его должны были принимать на президентском уровне, хотя до сегодняшнего дня Бенджамина Натаньяху еще не принимали на таком уровне. На ваш взгляд, все же, этот визит, он абсолютно не освещается. Он вообще планировался, действительно, или это пока как бы зондаш? Да, это сейчас происходит, эта встреча в Белом доме. Насколько я понимаю, Лапид встречается с Энтони Блинкеном, то есть с госсекретарем, а не с Байденом. До этого, несколько недель назад, был визит в Белый дом Бенни Ганса, это еще один такой важный деятель оппозиции. Сейчас, конечно, США всячески демонстрируют свою фрустрацию с Натаньяху, с израильским правительством, и говорят о том, что они также не согласны с тем, как ведется война, в частности, с количеством жертв среди гражданского населения Газы, с тем, что задерживается гуманитарная помощь. И также, конечно, важно то, что Израиль отказывается от перспективы создания палестинского государства, что американцы видят таким креугольным камнем мирного сосуществования в будущем. И в этой связи, да, они стали... Некоторые их действия заходят гораздо дальше, чем раньше. Они действительно принимают в Белом доме соперников Натаньяху. Чак Шумер, такой демократ... Но это вообще друг Израиля, который внезапно выступил, да, с антиизраильской риторикой такой резкой? Да, он выступил не с антиизраильской риторикой, он выступил с риторикой против премьер-министра как раз. Он сказал, что нужны выборы, и что израильцане, по его мнению, должны проголосовать за какого-то другого кандидата. Это уровень риторики, конечно, который был невообразим. Некоторое время назад, до войны, в предыдущие годы, во время предыдущих военных кампаний Израиля в Газе регулярно раздавались также призывы к тому, чтобы прекратить или ограничить военную помощь США Израилю. Но это были очень маргинальные голоса, это были какие-то прогрессивные представители демократической партии, которые не пользовались, может быть, большой поддержкой американского населения. Но они высказывались такими идеями, и было абсолютно невообразимо, чтобы эти идеи всерьез рассматривались на уровне какого-то более устойчивого американского истеблишмента. Но вот сейчас это происходит. Сейчас это происходит, и это, конечно, говорит о огромном сдвиге в положении Израиля по отношению к США и по отношению к более широкому мировому сообществу. Израиль очень близок к тому, чтобы стать такой страной-изгоем. Критика Израиля звучит практически со всех трибун, даже от самых преданных союзников. И США, конечно, такой союзник. Но даже в США происходят такие тектонические сдвиги, которые Израиль не может не замечать и не может игнорировать. Но они даже замечаются не только в Израиле и во внешнем мире. Спасибо, Александра. С вашего позволения, Юрий, хочет что-то. Я даже не буду формулировать вопрос. Я вижу, что вы хотите прокомментировать. Я просто хочу, так сказать, подвести то, что наша собеседница так много красиво сказала. А разве то, что происходит сейчас, нельзя назвать вмешательством чужого государства во внутреннюю политику суверенной страны? Если это не вмешательство во внутреннюю политику суверенной страны, то я вообще-то не понимаю, что такое вмешательство. Вы в большей степени Шумера выступление имеете в виду? Да, и то, что представители администрации президента принимают только представители оппозиции и не принимают представителей коалиции, в том числе еще ни разу не пригласили премьер-министра Израиля, ни разу не пригласили за полтора года существования правительства в Вашингтон на встречу с президентом. Это о чем говорит? Что администрация американская демонстрирует противникам Бениамина Натейнагу определенному лагерю в Израиле, что мы за вами, мы готовы вас поддержать, мы готовы быть с вами. И поэтому хочу сказать, что даже часть протестов, да, большая часть людей, которые выходят на площади, имеют какую-то идеологию, имеют какую-то позицию. Но при этом, хотя бы, когда выходят 100 тысяч человек и выносят 100 тысяч флагов, и одевают 100 тысяч маек одинакового цвета, и это делается раз в неделю, и раз в неделю кто-то приносит 100 тысяч флагов на раздачу, это кто-то дал на это деньги. А у нас оппозиция – это не те люди, которые что-то платят. Понимаете? И самое интересное, что сегодня народный протест, он вышел из-под контроля оппозиции. Вы не услышите, потому что это формируется новое движение. Это люди, которые уже даже во время муниципальных выборов противники Натаньягу сформировали собственную партию, не включив туда оппозиционные партии, и пошли на муниципальные выборы самостоятельно. Говорят о том, что на следующих выборах в парламенте пойдет новая партия. Новая партия левого толка. Вот и все. Это один момент, это когда мы говорим о вмешательстве. И самое главное, я просто хотел бы сказать, это для израильских слушателей все понятно. Да, израильское общество очень политизировано. У нас есть крайне правые и крайне левые, и посередине мы разбиты по этническим группам, по религиозным, по секторам, по идеологии. И давайте так поймем, кстати, что такое наши ультраправые. Грубо говоря, их лозунг – не пяди родной земли. Земля завещана нам Богом. У нас есть справка. И это все наше. Что говорят ультралевые? Опять же, сокращенно. Сначала шалом, потом будем договариваться. Сначала мир, потом будем договариваться. А когда говорится, мир кого, с кем? Сначала заключим мир. А то, что у вас нет партнеров – это ваша проблема. Понимаешь? Как возникали вопросы, они скажут, мы готовы заключить мир, и не раз поднимался вопрос. Понимаете? Я приходилось работать и с Шароном, и с Мольминтом, и с Бараков. Я знаю, что эти люди ввели переговоры, так сказать, и с Арафатом, и с Абуном Мазаном. Как говорится, доходил вопрос до подписания, тема снималась. Знаете почему? Очень элементарный экономический вопрос. Сегодня палестинская составляющая, палестинская автономия, эта структура финансируется международным сообществом. Там можно не работать. Деньги дают спонсоры. Международные спонсоры ООН, арабские страны. Завтра, и это они сами знают, и поэтому не будут. В тот момент, когда это станет палестинским государством. Но еще год-два им дадут деньги. А завтра они станут 195-й страной в мире. И на экономическом развитии может быть 185-й. И завтра им надо будет жить за свой счет. А у них нет ни ресурсов, ни денег, ничего. На чем же держится вся экономика? У тебя либо должны быть ресурсы, либо деньги. У нас есть страны, которые живут за счет ресурсов, и за счет денег. Эти деньги кончатся завтра. И все понимают, что те, кто сегодня у власти, завтра их народ поднимет на вилы. Сегодня, пока они получают материальную помощь от всего мира, и делят, как руководитель страны, то они главные, их все любят. А завтра, когда делить будет нечего, и нечего будет кормить, где они окажутся. Вот и все. Это проблема. И поэтому, кстати, новый американский план по поводу Палестины возникал еще два года назад вместе с Саудовской Аравией. Что давайте мы подпишем им договор. Если мы 5 лет или 10 будем давать 5 миллиардов денег, чтобы они хоть начали жить. Мы потом поняли, что давать не надо, все разворуют. Как уже доказывали, как вот Хамас. Половина лидеров Хамаса – миллиардеры. Откуда вы? И все из помощи. Так что не все так однозначно, как сегодня принято говорить в мире. Есть и внутренний протест. Как говорится, есть и внешняя поддержка. Потому что почему, опять же, если мы вернемся к моему, Америка превыше всего. И чьи интересы отстаивает сегодня Джо Байден? А интересы Америки. И даже свои интересы, потому что у него выборы. Ну, здесь еще такой момент. Буквально две минуты передача заканчивается у нас. Мы видим, что Дональд Трамп сменил тоже риторику свою. Потому что он сейчас говорит, что необходимо... То есть фактически на данный момент его мысли совпадают с мыслями Джозефа Байдена с точки зрения оценки действий Израиля. Две минуты буквально. Политологи, и там, и там специалисты, они щупают общественное мнение. Они проверяют общественное мнение. Там работают профессионалы. И самая главная задача президента сегодня и кандидата в президенты – сказать только то, что нравится электорату. Что это не нравится во всем мире или кому-то в этом мире, сегодня наплевать им. Им главное сегодня избраться. Вот когда они изберутся, я уверен, что если останется Джо Байден или изберется Трамп, вы увидите, как снова кардинально изменится политика Америки. Снова появится международная повестка дня. Снова появятся какие-то друзья, интересы. Потому что он избранный президент, он пять лет может ничего не бояться. То есть не бояться общественного мнения. А значит он может руководить страной, как хочет. Так что доживем, увидим. Спасибо. Спасибо, Юрий. Спасибо, Александр. Очень была интересная беседа. Причем вот тот большой плюс, что высказывается мнение и Юрием Бочаровым, и вами. Да, оно в некоторых моментах, безусловно, не совпадает. И это показывает, что действительно на сегодня в Израиле совершенно разный взгляд на одни и те же события. Опять-таки мы возвращаемся к тому, что даже митинги, которые проходят, одни оценивают с точки зрения интересов израильского государства, с точки зрения патриотизма, а другие называют это анархистами, обвиняют тех людей, которые в настоящее время выступают, скажем, с антиправительственных лозунгов, потому что уже эти митинги в некоторых аспектах переходят от лозунгов защиты жизни заложников к политическим лозунгам. То есть, и это тоже вполне понятно, потому что в любом случае это работает, как говорит Юрий Бочаров, в политический момент. Но с другой стороны, вы считаете, что здесь работает внутренняя площадка, то есть это поляризация, ну, вы называете, расслоение в определенной степени вот тех людей, которые по совершенно под разным углом смотрят на одни и те же проблемы. Юрий Бочаров в большей степени склоняется к тому, что здесь есть, конечно, внешний фон, и именно внешняя площадка пытается регулировать, и дает даже Юрий Бочаров понять, что не просто пытается, а реально воздействует на ситуацию в Израиле своим вмешательством. Напоминаем, что сегодня с нами были Александр Апельберг, редактор отдела международной информации портала «Детали из Израиля», и Юрий Бочаров, политолог, кандидат политических наук из Израиля, который на сегодня и сейчас находится в Баку. Спасибо за интересную беседу. Оставайтесь в СБС, следите за аспектами иностранных дел, будьте в курсе всех вопросов современности. Спасибо за внимание.